Четко выверенные передвижения бойцов от звуков выстрелов закладывают уши, а на мишенях в районе десяток появляются все новые отверстия от пуль. В реальной жизни и в реальных ситуациях на месте этих мишеней противник, у которого практически нет шансов. Ну а пока у бойцов ОМОН Росгвардии Паризанской области очередные учебные стрельбы. Главная цель сегодня – отработка тактических перемещений сотрудников в ходе решения задач по устранению противников в ближнем бою. Способов подобных перемещений множество. В зависимости от ситуации бойцы на месте определяют, как они будут действовать именно в данных условиях. Ну а пока надо отработать максимум возможных вариантов. Несмотря на то, что стрельбы учебные, бойцы используют самое настоящее боевое оружие, находящееся на вооружении Росгвардии. Это и автоматы Калашникова, и снайперская винтовка с глушителем, и ПП-2000. Пистолет-пулемет-2000 был принят на вооружение ОМОН Росгвардии Паризанской области около двух с половиной лет назад. Он предназначен для работы в закрытых помещениях на короткие расстояния, оснащен лазерным прицелом и подсветкой для работы в условиях ограниченного освещения. Огневая подготовка у бойцов ОМОН довольно специфична, так как чаще всего им приходится работать с движущимися мишенями. Так что подобные тренировки имеют огромное значение, ведь ребята в том числе выполняют спецзадания на территории Северокавказского региона. Хотя и в более спокойных районах Центральной России им также нередко приходится применять огнестрельное оружие. Можно привести пример по последним событиям, которые произошли в Мособлсуде в городе Москве, когда наши коллеги с подольского ОМОНа применили оружие вот в такой ситуации неожиданной, что говорит о том, что сотрудники ОМОН не только по Рязанской области, но и все в целом ребята готовы к любым ситуациям и выполняют свои задачи на отличном. Все это благодаря регулярным тренировкам. Например, такие учебные стрельбы проходят 4-5 раз в неделю. Многократное повторение упражнений, которые, казалось бы, уже отточены бойцами – главная гарантия их слаженной работы в ходе будущих спецопераций. Кстати, попасть в ряды престижного отряда особого назначения сегодня вполне реально. ОМОН Росгвардии Паризанской области осуществляет отбор кандидатов. Ими могут стать спортивные, грамотные мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, готовые защищать население и охранять правопорядок в нашей стране.